Наша компания работает в области робототехники уже более трех лет. Мы начали с разработки собственных двигателей, потом сервомоторов, которые легли в основу робота-манипулятора. Это коллаборативная модификация, которая изначально предназначалась для замены ручного труда на промышленных предприятиях. Собственно говоря, производственники в Беларуси, в России стали наши первыми заказчиками. Затем мы увидели определенный интерес и тренд в роботизации, автоматизации отрасли развлечений, а также отрасли хорика. И в прошлом году к нам обратился теперь уже наш партнер, Украинская национальная сеть булочных кофейн, с идеей объединить усилия и создать робота-баристу, робокофейню. Основная цель, почему мы хотели создать такое роботизированное решение, обеспечить посетителей кафе с стабильно высоким качеством напитков. Сейчас наш робот-барист обучен приготовлению как минимум 8 напитков. Это капучино, американо, эспрессо, флет-вайт, чай и так далее. Процесс заказа кофе будет выглядеть максимально просто. Посетитель условного R-кафе на экране выбирает интересующий его напиток, производит оплату либо через купюроприемник, либо через банковскую карту, и робот готовит этот кофе. В зависимости от выбранного напитка скорость приготовления может составлять одну либо две минуты. Также помимо кофе будут предлагаться различные варианты выпечки. Если говорить о средней стоимости заказа, она по нашим подсчетам не будет превышать среднюю стоимость кофе в любом кафе, в котором работает человек-бариста. В наших планах после масштабирования проекта, при выходе на определенную мощность, средняя стоимость кофе будет ниже, чем в любом другом заведении. Меньше чем через месяц мы представим уже оконченную коммерческую версию этого продукта на выставке франчайзинг-2019 в Киеве. Если проект докажет свою экономическую состоятельность, а также вызовет большой интерес у публики, в чем, собственно говоря, мы и не сомневаемся, это решение будет масштабировано на другие территории. По нашим договоренностям соответствующее кафе должно появиться в Минске. Мы планируем открыть его в крупных торговых центрах, а также есть идея о размещении такой точки на территории национального аэропорта Минск. Кстати, другие аэропорты, аэропорты Москвы и аэропорты Киева уже выразили свою заинтересованность и готовность разместить такую же точку у себя. Продолжение следует...